добрый день девчонки это я наталья и канал мой фадеева наталья сегодня хочу показать что я связала такие небольшие вот три работы у меня готовые девчонки руки не буду показывать так как сейчас лук убираем и все в огороде так что они даже у меня не моются баню вчера ходили у меня даже руки не промылись сильно показывать не буду извините меня связала я три салфеточки и полотенце эти салфеточки у меня связаны из пряжи cotton gold или как ли ее вот которая 50 на 50 акрил и хлопок вот такая пряжа вот такую салфеточку связала одну маленькая на это сколько сантиметров совсем она небольшая 12 сантиметров под крошечку и вот такая салфеточка это уже салфеточка побольше 19 сантиметров это вот такая вот салфеточка и еще связала салфетку вот такую но цвет совсем бирюзовый показывает она зеленая но почему-то у меня она идет складки не знаю может быть один вот этот я лишний связала видите вот думаю но я еще и не стирала по стираю может быть она отпарится или как ли ну вот такая вот салфеточка это я подглядела у светланы найденная нас связала салфеточки типа такой но тут еще вязочка дальше идет но я не стала обязывать больше я попробовала только и вот такие три салфеточки у меня готовые есть но у меня еще поступил заказ от моей внучки от алисы говорит бабушка мне с подружкой свяжи вот такие вот салфеточки но может не так не по такой схеме в подарок как я приеду с летних каникул и подружки подарю у нас одинаковые будут такая вот у нас подстаканник такая маленькая салфеточка или под кружечку под чай я говорю хорошо свяжу у меня вот есть в остатках вот такая пряжа yarnart джинс 45 процентов полиакрил и 55 процентов хлопок это номер цвет 05 вот такая бежевая пряжа она посветлее выглядит на экране и я хочу связать две салфеточки еще и алисе вот и еще связала из пряжи эко-катон вот такой 100 грамм 220 метров хлопок 80 и 20 процентов полиэстер это грубая пряжа я связала полотенце сантиметров сколько сейчас померяем девчонки я даже не мерила сколько сантиметров вязала вязала и не мерила ну сколько тут 36 сантиметров вот такое полотенце получилось сколько в длину почему же я не измерил вот дурная голова 60 сантиметров но это все знают как этот рисунок называется где на изнанке все лицевые или как наоборот тут 1 изнаночная 1 лицевая а на изнанке все лицевые вяжутся но видите она у меня не ровно я еще не стирала это полотенышко все некогда да не досуг то огород то кухня то еще чего-нибудь вот вот такие у меня готовые работы девочки как мне это нравится эти салфетки прямо прелесть и это отодвигаем сторону и я вам говорила что я вот из этой пряжи как от он вязала французскую кофточку она мне не понравилось или не а это к этой пряжи не идет ажурный узор а я девчонки извините не сказала каким крючком вязала вязала вот этим крючком номер три я почему-то сейчас все им вижу вот этим крючком мне очень нравится у него головка очень удобная и я начала себе хлопковую такую футболку я не знаю сколько у меня хватит все пущу сюда чтобы остатки вязать они мне уже надоели вот потихоньку вечерами повязываю вот еще даже до подрезов не довязала но вижу это 33 и 33 миллиметра и 3 вот мне сергей так вот намерю но продается как 3 миллиметра спицы обыкновенная на леске мне нравится такая вот грубая леска мне это леска очень нравится вот простой такой и пропускаю тут такие вот полосочки розовые тоже а это у меня льняная пряжа остатки остались и я ее сюда пущу вот это у меня работа и девчонки я вам показывала что я вяжу платье из пряжи пехорка жемчужная и вот посмотрите чем у меня платит распускается вот она вот горловина и вот я уже распустила знаете сколько я распустила сейчас я вам покажу вот распустила вот распустила и главное из-за чего я стала распускать вот из этого клубка посмотрите цвет вроде вязала мерила все нормально а потом села кино смотрю и так это от экрана глаза то отвожу на платье так резкий такой у меня про просто вот так вот мгновенный взгляд ибо у меня середина платье вот это красная а это по краям все светлое вот этого пряжи видите как разница какая откуда она у меня так я все уверяла выписывала смотрела и просмотрела и мне пришлось распускать это первая причина для распуска этого платья вот три матка я распустила уже вы представляете я уже связала до колен и вчера я вечером распускала так я сколько вязала весь июль вязала ну вот вечерами август вот сколько сегодня седьмое да ну пришлось распускать я еще померила и спрашиваю сергей я говорю серёж как мне это платье вот что-то мне не нравится и все и здесь я девчонки вот от бедра видите я вот сейчас вот довезла уже до распустила еще ряд узора и тут я вязала столбики без накида и прибавляла как бы складочку делала расширяла платье выше талии и мне это не понравилось я стала мерить я как баба на чайнике ну конечно я не тонкая девочка но уши не такая толстая и мне не понравилось я говорю я распускать буду он говорит мне тоже что-то не нравится значит и во первых она очень очень тяжелое потому что здесь же у меня по почти полусолнце посмотрите вот полусолнце почти что полусолнце да не почти что точно я не знаю сколько тут петель я не считала и я сейчас решила я распущу вот до подреза вот у меня уже рука рукава то связаны я вот до сюда вот распущу и здесь уже буду вязать отсюда вот тут вот столбики с двумя накидами связано отсюда я уже вязала столбики с одним накидом и между ними две воздушные петли вот так вот покажу на черному лучше видно вот видите вот столбик с двумя накидами между ними две воздушные петли теперь я буду вязать столбик с одним накидом и буду вязать одну воздушную петлю между ними вот этого час распущу на подреза вот этого и начну вязать прибавление сделаю и будет оно у меня прямое все равно я его буду вязать конечно я нынче уже его летом не поношу так как лето у нас уже закончилось у нас август резко после жары пошли дожди но на улице не холодно вот сегодня 17 градусов выходишь я выхожу без рукавки но уже прохладно уже все отсвело цветы цвели лук вчера выдергали под дождем и уже осень-осень настоящая осень моросит дождь каждый день моросит и нынче я уже естественно это платье не поношу ну может быть сентябрь будет до сентября если я его свяжу но навряд ли его до сентября свяжу ну видно будет и буду вязать столбики с одним накидом между ними одна воздушная петля и вот такую работу я вчера весь вечер распускала сегодня утром немножко проспускала мне кажется распускала дольше чем вязала вот вот такая у меня опять печаль к но что делать но все равно я такое платье хочу я его свяжу но все равно распускать буду потому как не понравилось мне эти складки это не мое я люблю классику я такое широкое не люблю пусть лучше будет мне как по мне по фигуре так и мне мне же работы мало и у меня вот такая пряжа была я ее покупала мне кажется прошлой осенью детских хлопок это мерсеризованный хлопок 166 номер суровый так 330 метров 100 грамм мерсеризованный хлопок я очень люблю я из него вязала у меня из него сумочка связана сейчас я вам покажу вот у меня из этого хлопка связана вот такая сумочка это девочка девочки это первая сумка которую я вязала в смысле вязала не шила вязала и она мне очень понравилась я ее таскаю уже с алиса у нас пятом классе я ее таскаю уже вот пять лет ну пять лет да я ее таскаю уже и то ну конечно я ее стираю но уже катышки появились видно что она уже не первой свежести и вот это вот в две нитки я вязала вот эту сумку она мне очень нравится и после этого я вязала сумки мне уже они не никак не получается как эта сумочка мне связалась как получилось ну как говорят в душе вот и я из этого хлопка очень много попробовал узоров и мне ничего не нравилось то тонкий узор то очень дырявчатый но куда мне дырявчатый так если вот допустим вязать просто какую-то блузку и под нее еще надевать что-то это как бы на вязание как-то мне не хочется и этот я посмотрела подсмотрела в одной вязальщицы она вяжет вот такой вот связала вот такой вот джемпер ну как джемпера копеем жакет и вот девчонки я начала вязать вот такой вот джекет и вот это пряжа вот на этот джеки на этот узор вот как не кстати вот вы представляете вот как будто тут и было вот вот девчонки я вам неправильно на левую сторону сделала слепая вот вот так будет у меня вот я уже вот так связала вот у меня уже тут вот дырочки под пуговки 1 2 и вот маркеры это я распускать буду потому что я здесь вот на наборный край набирала и у меня я никак не попадала сколько мне надо и я 33 раза я распускала вот это четвертый раз наверное мне надо было попасть в размер я набрала больше этот потом распущу и тут заделаю но тут ничего не видно будет уберу эту ниточку здесь обвязка еще будет столбиками без накидов и вот я начала жакет вязать себе вот такой вот и вот эта ниточка вот это вот пряжа она как раз сюда подходит вот такой и хотела я чтоб такой фактурный был не мягкий вот такой вот чтобы форму держал жакет но посмотрим что получится опять буду вязать смотреть но мне очень хотелось но я хотела жакет вязать совсем другим узором я уже присмотрела узор но мне этот узор как бы понравился больше он простой и такой не сложный и очень даже мне понравился вот посмотрите сколько я тут уже связала регланную линию еще маленькая конечно она мне 16 сантиметров но наверное сантиметра 23 и еще там будет наверно 3 сантиметра может быть не 23 наверно меньше буду вязать и потому что еще надо росток вязать чтобы это она сидела хорошо вот так вот росток примерно сантиметра три и сколько будет регланная линия потом уже больше вот так вот будет тут потом обвязываться будет все и посмотрим сколько у меня этой пряжи по моему 400 или 500 грамм там она у меня в это на даче при баннике лежит все лишнее вот и мне это очень нравится но вяжется не очень быстро обычно как-то берешь и вяжешь быстро это не быстро вяжется нет вот вечерами это вижу это распускаю это распускаю и эту вот вижу и вот это вот потихоньку у меня идет но я не человек многопроцессник мне это не очень-то нравится мне надо один процесс какой-то вязать иначе у меня это очень долго протянется но сейчас я даже не знаю что выбрать мне что вязать побыстрее но в первую очередь наверное я буду вязать салфеточки под чай алисе и подстаканники потому как она время быстро идет скоро она уже поедет домой и мне надо им связать девочкам пусть радуется вот на сегодня это наверное все нет не все еще я вам показывала что я вязала кардиганы шуни у меня тут спит у меня жуни тут спит девочки вот он мой сынка с мамой спи я еще девчонки вам показывала кардиганы из австралийской шерсти я вижу я не знаю что за человек мне все разноравилась я наверное распускать все буду потому как я и к ним перегорела потому что они лежат у меня уже очень долго вот когда я вязала первый кардиган свой сейчас я вам покажу его вот этот кардиган девочки я вязала вот на пуговках у меня вот так он связан вот это ворот длинный рукав это столбики с двумя накидами это полушерсть такая дешевая дешевая от context вот что у меня было думаю ай да наплевать возьму такую какую-нибудь простую простят скую шерсть и свяжу этот кардиган девчонки я его связала за три дня потому что у меня такой азарт был это вообще вот и я ничего не вязала как вот этот кардиган он мне очень нравится я вот до сих пор ношу и вот он как говорится старый друг лучше новых двух так что вот вот такой вот у меня тут еще карманчики кто не видел но кто со мной долго давно видел уже вот и он ниже колена большой такой у меня широкий такой versace но но не в обтяжку я не люблю в обтяжку когда кардиган и вот так обязана вот такой красивый на пуговках вот а в сзади сзади у меня вот такая полосочка связано здесь вогнутая петля выпукла или как вот так вот столбики с двумя накидами и вот до конца такая посередке вот такая полосочка идет до конца вот такой кардиган я его связала за три дня такой большой но это 54 размер до 54 но все-таки его одеваешь на свитер на водолазку и на брюки и он должен такой объемный быть вот этот кардигана я связала вообще моментально так что я к тем кардиганом раз разочаровалась вот он мой кардиган и не буду я наверное вязать его я его наверное распущу и из этой вот мериносовой шерсти а чё я вам вру не мериносовая австралийский меринос называется но это 400 грамм 95 процентов мериносовая шерсть и 5 процентов ли акрил кстати я связала образец на спицах он мне так понравился я даже не знаю где вот показать вам его а кого-то он девочки у меня все на столе тут лежит вот посмотрите как он понравился я выстирала но меринос он же тянется вот посмотрите какие петельки ровные и мне кажется я даже вот это спицами номер три я вязала я вы выстирала но не гладила я никогда вязана вещи не глажу и вот он тут вот не тянется сюда конечно тянется но не совсем я не скажу и вот я думаю что можно даже связать кардиган спицами тройкой посмотрите как хорошо вообще петельки лежат даже вот никакой рядности то почти не видно да ровненько так вообще мне понравился пахнет шерстью я все на запах я все нюхаю везде я даже магазин приду покупаю колбасу там или чего я все нюхаю я дайте мне понюхать они все знают девчонки все наши пареньские они знают что я всегда все нюхаю я и алису-то научила в школе придешь столовой говорю прежде чем кушать нюхай сразу почувствуешь но это я вам не говорила вот и теперь у меня вот целая упаковка вы ой целая упаковка вот такого красивого цвета он чуть-чуть передает ярче он чуть-чуть бледнее но цвет вообще отпадный а цвет незабудка называется вот и я думаю что я наверное сейчас вот это все распущу и не хочу я это вязать все все рассказала вам на сегодняшний день так что вот такая кипа у меня тут спасибо что посмотрели спасибо что приходите смотрите заходите подписывайтесь подписывайтесь ставьте пальчики кверху раньше я этого никогда не говорил но все говорят как говорится все заразно и я вам говорю спасибо что посмотрели всего вам доброго погоды хорошие и ровных петелек до встречи субтитры сделал DimaTorzok димаTorzok